всем привет добро пожаловать на мой канал это видео о моем уходе на январь месяц постараюсь быстро кратко рассказать о тех средствах которыми я пользуюсь сейчас в уходе и так по традиции начиная с продуктов по уходу за волосами заканчивается шампунь понтин праве интенсивное восстановление для слабых поврежденных волос здесь было 400 миллилитров перламутровый шампунь с характерным ароматом понтин я люблю понтину как-то давно не покупала волосы напомню мои жирные у корней сухие на кончиках окрашенные средней длины шампунь хорошо промывает волосы быстрее пачкаться они не стали после этого шампуня волосы гладкие выглядят ухоженными в общем шампунь понравился стала пользоваться понтин после большого-большого перерыва и не разочаровалась в этом шампуне бальзам от понтин у меня закончился и я пользуюсь сейчас бальзамом для волос гарнир фрутис алоэ аква бомба увлажняющий бальзам ополаскиватель с соком алоэ и глицерином для нормальных и склонных к сухости волос здесь 200 миллилитров хочу сказать что этот бальзам я очень люблю это моя уже повторная покупка неоднократно я его повторяла но сейчас не пойму то ли что-то с волосами произошло то ли изменился сам бальзам потому что раньше после этого бальзама мои волосы выглядели просто как шелковые были блестящими гладкими гладкими сейчас же такого эффекта ну как бы я его наблюдаю но не вау не вау не так как раньше может быть от того что отопительный сезон волосы стали суши не знаю но что-то я как-то как-то я подразочаровалась немножко в этом бальзаме может быть когда-нибудь еще повторю попозже посмотрю какой будет эффект так теперь я пользуюсь вернее уже заканчиваю надеюсь что в январе он у меня закончится спрей для волос от торговой марки level это профессиональная косметика для волос покупала я в еве называется не только спрей филлер делает волосы эластичными сияющими увлажненными и защищает от вредных воздействий окружающей среды это двухфазный спрей обычный распылитель здесь здесь девочки 250 миллилитров он достаточно неплохой не могу сказать что прям супер эффект от него какой-то да действительно волосы выглядят очень хорошо блестящие живые такие но огромный объем он у меня уже даже не помню сколько месяцев я не люблю когда средства застряют так надолго в моем уходе всегда хочется попробовать что-то новенькое также использую для волос кокосовое масло от компании три юга это украинская торговая марка которая позиционирует себя как производитель натуральной косметики я разогреваю масло то есть ставлю в горячую воду и потом наношу на волосы наносила и на кончики и на почти всю длину кроме корней оставляла на ночь утром масло хорошо смывается с волос и кстати специально читала об этом кокосовое масло одно из немногих которое при многократном нагревании не теряет своих свойств очень хорошо пахнет я люблю запах кокоса волосы после масла становятся очень мягкими послушными и главное что именно сухие кончики напитываются это очень-очень заметно так теперь дальше пошли уже средства по уходу за телом вот так вот у меня осталось геля для душа от эвроше это олива и пятигрейн 200 миллилитров очень приятный аромат такой ненавязчивый легкий зеленый люблю такие гели для душа от эвроше нам всем очень нравится пользуемся с удовольствием хорошо пенится и кожу не сушит зубная паста вот такая вот от биомет ее здесь вот если все вот так вот тут выдавить да вот меньше половины но вот она никому не понравилась пользуюсь ею только я и вот никак я ее не дому чего написано 99 процентов натуральных ингредиентов это паста с отбеливающим эффектом и укреплением чувствительной эмали очищение за 30 секунд 12 часов чистые зубы с кокосовым маслом 100 грамм здесь чувствуется именно кокосовое масло знаете не экстракт кокоса не просто кокосовый вкус а именно вот кокосовым маслом действительно вкус очень приятный но хочу сказать что вот уже достаточное время до мы ей пользуемся чтобы понять она не отбеливает 12 часов чистые зубы нет этого нет утром еще до она снимает на лед но зубы пачкаются ну как по мне так очень быстро и еще не нравится мне что вот она такая очень густая очень густая вот она даже загустевает в тюбике и она у меня даже несколько раз вываливалась зубной щетки то есть я нанесла на зубную щетку пока я закрыла колпачок от зубной пасты у меня вот эта порция зубной пасты с со щетки щетины просто вывалилась потому что она очень густая очень не знаю вот мне хотелось попробовать эту зубную пасту даже не знаю буду ли я еще покупать биомед как-то у меня непонятное к ней такое отношение сложилось там девочки и мальчики дальше пошел уже уход за лицом для очищения использую вот такую вот пенку от доктор сантем с органовым маслом по целая линейка для возрастной кожи мус для умывания масло марокканской органы для зрелой кожи так значит здесь у нас 150 миллилитров вот такая вот белая непрозрачная пенка ну чуть меньше чем половину я использовала хочу сказать что хорошее пенообразование кожу пенка не сушит достаточно неплохо очищает смывает легкий макияж водостойкой косметикой не пользуюсь поэтому не знаю что по этому поводу вам сказать вот такая вот пена я считаю достаточно густая такая устойчивая единственное не знаю это там не такая попалась или всегда так с этой пенкой очень тугая пружина вот прям чрезвычайно тугая а так вообще претензий к этому продукту нет брала я по большой скидке и в целом цена бюджетная поэтому девчонки кто не пробовал можете присмотреться неплохая пенка и хочу напомнить что у меня возрастная кожа мне 39 лет комбинированная с расширенными порами также для очищения кожи лица продолжаю использовать вот такую вот пенку сияние от vitex белорусской компании из линейки fruit therapy увлажняющая пенка с абрикосом идеально очищена увлажненная сияющая кожа здесь 200 миллилитров по сути это обычный такой гель для умывания сейчас он попытаюсь показать вот такой вот очень густой прозрачный гель аромат просто сказочный аромат такого советского ситро фруктового правда очень приятно пользоваться этим гелем для умывания скажем так кожу не сушит очищает очень хорошо хорошо пенится вообще я рада что познакомилась с этим средством давно хотела что-то из этой линейки попробовать и вот наконец-то я попробовал эту пенку так теперь еще для очищения лица девочки и мальчики я использую вот такой вот скраб омолаживающий для лица на розовой глине и абсолюте розы с растительным эластином от фитокосметика линейка народные рецепты стимулирует клеточное обновление заметно подтягивает контур лица такие громкие заявления для скрабом делать кожу упругой и гладкой в составе розовая глина абсолют розы растительные эластин и масло шиповника здесь 50 миллилитров я давно присматривалась вот этим вот пакетиком этим скрабом там есть еще один голубой тоже на какой-то глине в общем-то заказала я я покупала этот скраб на мейкапе что хочу сказать странный такой скраб скажем очищает он кожу достаточно неплохо после него остается такой жирноватый финиш я не ожидала такого и для комбинированной кожи как бы это не очень хорошо хотя пор он не не забил ничего страшного не случилось но иногда вот прям мне хочется после него умыться то есть после скраба еще пройтись пенкой для умывания сейчас вам покажу консистенцию дело в том что я такое встречаю в общем-то впервые вот так выглядит сам скраб вот такое полупрозрачное нечто почему не фокусируется хочу чтобы вы вот посмотрели да что ж такое скрабирующие частички как желатиновые какие-то шарики такие вот и вот если наносить на лицо и на сухую кожу то эти шарики они просто ну если быстро разносить это все по лицу вот эти вот комочки они просто падают вниз ну то есть с лица падают на влажную кожу держится же вся эта субстанция ну более или менее то есть ну такой вот есть еще момент необычный видите какие крупиночки такие как разбухший желатин скажем так самое интересное что очень мягкое воздействие на кожу но при этом очищение достаточно качественно но вот это вот жирный этот финиш от блестит это прям именно вот жирная жирная становится кожа после этого скраба и даже вот когда я уже его смываю все равно ощущается на коже такая некая жирность хотя повторюсь не поры не заберу ну вот тут я пытаюсь его вытереть и все эти крупинки начинают падать у меня с руки аромат бесспорно классный я не знаю как пахнет абсолют розы ну не особой розы он пахнет скорее всего не пойму какой-то смесью такой вот наверное масло шиповника и вот розы вот что-то такое но приятный аромат поэтому вот не пойму как к этому средству относиться очищает хорошо но в какой-то замороченный такой скраб не знаю девочки может быть кто-то из вас пробовал может что-то скажете вы о нем поприятнее вот чем я дадите характеристику не пойму вроде как и нравится но вот что-то что-то он какой-то недодуманный не продуманный мне кажется так поехали дальше тоник тоник у меня сейчас в использовании только один я продолжаю использовать аювердическую воду от компании три юга для всех типов кожи с экстрактом лотоса камели алоэ хлопка сандала шафрана гиалуроновой кислотой и витаминами а c е без спирта здесь 200 миллилитров кажется да вот таким вот образом наносится на ватный диск очень приятный аромат такой именно натуральный правда вот никакой химозности нет нравится мне этот тоник кожа становится такой бархатистой такой знаете успокоенной такой приятного такого цвета вообще как бы достаточно хороший продукт и стоит он что-то очень очень прям бюджетно и есть еще вода по моему с витамином c то ли для жирной кожи как-то так ну тоже тоже по я думаю что может быть попробую летом так далее еще я пользуюсь вот таким вот отшелушивающим лосьоном для лица это торговая марка vitex их знаменитая линейка скинах а клиник это линейка с фруктовыми кислотами активатор сияния кожи комплекс активных компонентов активизирует обновление омоложение сияния сюжет пор выравнивает текстуры тон кожи стимулирует выработку коллагена и эластина все могу подтвердить кроме выработку коллагена эластина ну не знаю может быть но не могу сказать что я прям сильно омолодилась вот как пока используете средства да но хочу сказать что эксфолиация то есть пеленгующие свойства у этих средств из этой линейки определенно есть девочки сужаются поры выравниваются рельеф кожи то есть когда я провожу по коже после вот этого лосьона и после остальных средств покажу вам далее я чувствую какая она ровная то есть нет вот этой бугристости то есть сальные пробки знаете вот эти все комедоны все это растворяется просто отлично покажу вам текстуру девочки не показал это такое жидкое молочко с характерным таким кислотным запахом но прямо очень жидко наношу на ватный диск и потом распределяю по лицу кислотный аромат и аромат одинаковые у всех средств линейки так что я хочу сказать когда я покупала вообще боялась что эти средства ну будет как слоеный пирог на моей коже и могут забивать поры ничего подобного очень быстро впитывается никакой липкости не остается и остальные средства наносятся просто отлично так теперь дальше пошли сыворотки я продолжаю использовать сыворотку от евроше осталось ее у меня уже совсем немного вот вы видите в январе я ее закончу поэтому много говорить о ней не буду это серым вежиталь от морщин 30 миллилитров здесь вот такой вот носик вот такая вот сама сыворотка она такая как крем кремово гелевая очень легкая тоже хорошо распределяется по коже быстро впитывается у меня нет каких-то каких-то глубоких возрастных морщин есть мимические мимические морщины убрать я думаю не под сил ни одному косметическому средству я это уже как кажется говорила в каком-то из видео что касается увлажнения да бесспорно она очень хорошо качественно увлажняет кожу кожа такая как бархатная упругая единственное что меня смущает составе есть димитикон то есть силикон за счет чего кожа становится бархатной вопрос но тем не менее на кожу воздействие достаточно положительная и негативных никаких моментов не могу отметить то есть не забила не поры не вызвала никакие воспаления ну однозначно сыворотка мне нравится я очень рада что я ее попробовала давно хотела еще одна сыворотка в уходе это тоже мое недавнее приобретение это косметика три юга ювердическая сыворотка полное восстановление 45 плюс здесь у нас комплекс масел черной смородины вечерней примулы сафлоры альфа-липоевая кислота это известный антиоксидант гиалуроновая кислота гель алоэ вера кофеин экстракты фенхеля корицы шалфея наверное я ли все честно не помню что это и витамины а c и ем это сыворотка она скорее как легкий крем идет вот такая вот она по консистенции бледно-желтого цвета очень приятный аромат на сайте make up где я ее покупала дни некоторые девочки писали что вот она прям отвратительно пахнет не знаю мне так нравится этот аромат он такой какой-то такой натуральный но вот здесь масло такие и примулы и черной смородины не знаю мне очень нравится аромат вот такая вот она легкая кремовая я использую больше в вечернем уходе под ночной крем хочу сказать что сыворотка в принципе как-то вот меня удивило своими уходовыми свойствами она действительно как-то вот кожу подтягивает разглаживает но кожа выглядит очень приятно с ней не знаю девочки как будет 45 плюс мне 39 и я с удовольствием пользуюсь этой сывороткой так и еще одна сыворотка которую я использую несколько раз в неделю это сыворотка с аха кислотами из линейки скинах а клетник от vitex эффект выходного дня для кожи здесь 30 миллилитров инкапсулированные ахокислоты экстракты очанки мелиссы и магнолий мне нравится нравится эта сыворотка она тоже такая кремово гелевая достаточно легкая у нее текстура тоже выраженный такой у нее кислотный аромат поры не забивает впитывается достаточно быстро и с остальной ухаживающей косметика не конфликтует вообще я очень рада что познакомилась с этой линейкой поближе у меня была когда-то выходит только маска маска пилинг из этой линейки эффект легкого пилинга так ничего особенного но все равно вот мне хотелось и лосьон и сыворотку попробовать я очень рада что я наконец-то их купила действительно вот я пользуюсь же тремя средствами одновременно покажу вам еще третье средство потом поэтому я не могу сказать конкретно про какой-то отдельный продукт из этой линейки да но я определенно могу сказать что пилингующие действия у них есть они действительно отшелушивают кожу обновляют кожу выравнивают цвет тон лица отличные бюджетные кислотные средства девчонки присмотритесь так дальше идут у нас крема вокруг глаз для утреннего ухода я продолжаю использовать тоже много не буду уже ним говорить он заканчивается это крем китайские торговой марки лифтинг крем массажный для кожи вокруг глаз состав на весь на китайском понятия не честно говоря что там такое ну вот так вот я его выдавливаю немного он такой прям легкий легкий такой гель-крем и потом вот этими массажными роликами которые кстати очень хорошо вращаются и прорабатываю зону вокруг глаз не могу сказать что он прям сильно борется с отеками или что он там прям что-то сильно такое какое-то действие у него есть определенная просто базовые легкие увлажняющий крем он больше наверное на лето пойдет ну уже коль пользуюсь закончу не уверена что повторю он вообще по цене копеечной так что к нему претензий какие-то предъявлять себе дороже просто легкий легкий увлажняющий крем так и в вечернем уходе девчонки мальчишки я и продолжаю использовать вот такой вот крем вокруг глаз от faberlic эксперт скин активатор омолаживающий крем для век лифтинг с 3 пептидным комплексом так у нас все осталось на коробке но в общем то там большое количество пептида в составе который направлено действует на подтяжку кожи верхнего века разглаживание морщин и так далее что сказать да какой-то легкий легкий лифтинг есть слегка но чтобы прям вот он супер омолодил кожу вокруг глаз нет вот такой помповый дозатор вот такой вот вот крем да он выглядит плотнее чем предыдущий но он не особо питательный как бы на зиму бы хотелось по плотнее крем на уже что есть что есть до пользы быстро хорошо впитывается не оставляя липкости ну девочки я покупала его с большой скидкой по полной цене конечно никогда да я вообще в принципе в принципе повторять не буду я ожидала большего правда такое описание такие обещания прям лифтинг лифтинг анти-эйдж и все такое нет нет это если особенно какие-то прям уж очень большие проблемы с кожей под глазами то он мне кажется вообще будет бесполезен у меня есть гусиные лапки вот эти мимические заломы до вокруг глаз но я отечностью страдаю ну понятное дело что крем нам этого не обещал хотя подтянуть что-нибудь бы должен был вот ну ну так да есть легкий анти эйдж эффект но не супер не вау тем более по полной цене он должен был мне кажется сделать что-то больше ну как то так так теперь пошли мои крема девочки замечательный крем очень он мне нравится но это прям огромный объем я уже пожалела что я взяла именно в плане объема это иван киа молодость актив для зрелой кожи антивозрастной дневной крем с коллагеном и эластином 100 миллилитров девочки это просто огромная банка я уже забыла когда там я его покупала и вот он у меня еще ну январь точно буду пользоваться и ничего нового в уход не буду ставить пока он у меня не закончится а сам по себе крем девочки просто исключительный мне он очень нравится давайте вам покажу консистенцию пахнет как и вся линейка кто пробовал маску вот эту с коллагеном эластином тот знает аромат очень приятный такой кремово косметический вот такой вот крем очень приятный крем для кожи девочки для комбинированной кожи мне вот подходит ну просто на ура он хорошо впитывается кожа после него ах как он пахнет приятно кожа после него очень увлажненная напитанная такая посвежевшая подтянутая ну просто идеальнейший крем ну невероятно огромный для меня объем уже хочу его быстрее закончить девчонки искренне советую он бюджетный я покупал даже без скидки все равно он бюджетный потому что за 100 миллилитров я отдавала 70 гривен по моему ну то есть это как два обычных крема до считаете что 35 гривен банка крема 50 миллилитров как обычно вот так вот очень мне нравится так мой ночной крем это крем из линейки блум от faberlic покупала я себе 45 плюс биокапсула молодости с активными клетками туберозы 50 миллилитров он у меня уже заканчивается совсем его там немножко уже задумываясь о том что же мне брать в качестве ночного крема это конечно по плотнее будет крем чем иван вот такой вот он белый непрозрачный плотный хорошо питает кожу насчет омолаживающих свойств девочки ну преувеличенные заявления конечно но именно в качестве питательного крема на зиму он хорош для комбинированной кожи он хорош я не пожалела что я его взяла особо на омоложение как бы не рассчитывала скажем так поэтому предъявлять к нему претензии я не буду ну конечно же с обещаниями там намудрили и переборщили единственный минус это аромат очень-очень цветочный ярко выраженный ну я это уже если придираться так в принципе базовый питательный крем ну на сильное омоложение конечно рассчитывать не приходится тем более в 45 плюс и вообще какие-то цифры прям но если он в 39 не не омолодил то что же он может омолодить в 45 правда и еще один крем девочки который я тоже использую несколько раз в неделю это омолаживающий крем для лица с фруктовыми кислотами витекс кинохаклиник активация клеточного обновления дарит упругость бархатистости здоровый цвет лица 50 миллилитров поначалу меня смутил его вот этот вот полупрозрачный цвет на вид как будто сплошные силиконы посмотрите я сначала как-то перепугалась думаю куда мне силиконистый крем с моей комбинированной кожи но вы знаете опасения были напрасными мы с ним подружились кожа моя говорит за него спасибо вот кстати он сейчас у меня на руке и покалывание ощущается в общем что хочу сказать пахнет тоже кислотно так как и вся линейка опять же не могу сказать вот конкретно про какой-то один продукт из этих трех средств что я пользуюсь ну про все три могу сказать что да и пилинг есть и отшелушивание есть и разглаживание есть особенно цвет лица да это очень заметно и сужение пор девчонки девчонки присмотритесь кто еще не пробовал эту линейку я прям искренне искренне вам советую так и осталось вам показать мои маски осталось у меня всего 2 в выходе продолжаю использовать вот такую вот маску стик от торговой марки about face это с коллагеном маслом шейку энзимом q10 маска стик омолаживающая сейчас я вам ее покажу тоже пользуюсь иногда выпало вот так вот тут я ее уже израсходовала учитывая что она спрессованная и такая плотная это достаточно много стараюсь наносить потолще вот чтоб ну как-то ее побыстрее использовать на сухую кожу легче она наносится на влажную даже я не пробовала вот если вы видите такие такие полоси тут она желтым таким не знаю видно ли на камеру что могу сказать определенно маска освежает кожу эффект мгновенный пролонгированного наверно нет ну то есть как бы весь вместе мой уход он достаточно хорошо влияет на мою возрастную кожу кожа выглядит ну потянутой ухоженной увлажненной напитанной скажем так ну я бы сказала так моментальный эффект свежести лица отдохнувшего лица эта маска дает пролонгированного эффекта как такового я пока не вижу ну я думаю что наверное не увижу потому что пользуюсь достаточно давно и еще девчонки и мальчишки одна маска у меня это экстра питание от белита несмываемая маска но я ее смываю для меня она очень жирная думаю девочки с сухой кожи ее оценят по достоинству я же ее тоже полюбила но повторюсь я ее смываю после того как минут 20 я ее поношу здесь масло кокоса какао ши и сафлоры это маска вот такая вот густая кремообразность потрясающим кокосом ароматом кто любит запах кокоса в косметике те конечно оценят когда я я нашу на наношу на лицо она потом начинает подтаивать лицо блестит жирным блеском но я бывает смываю а бывает просто вытираю остатки с лица когда вот я с улицы приду до с мороза могу и просто стереть и вот остатки маски иногда когда я наношу ее на лицо вечером то я конечно потом умываюсь девочки кожа после этой маски ну просто прелесть она напитанная она такая разглаженная невероятный эффект потрясающая маска аромат невероятный сказочный кокосовый очень рада что я познакомилась с этой маской я думаю что на следующую зиму я тоже ее обязательно повторю вот собственно весь мой уход на январь кое-что заканчивается буду пересматривать что мне нужно будет еще буду добавлять ну а пока на этом все большое спасибо всем кто смотрит мои видео пишите в комментариях может кто-то чем-то пользовался из того что я показала мне будет очень интересно узнать ваше мнение подписывайтесь те кто еще не подписан на мой канал будем делиться секретами ухода за кожей лица и тела а на сегодня у меня все всем пока и до новых встреч